МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посетил музей Сергея Есенина в Константиново, завод фармпрепаратов и встретился с однопартийцами. Здравствуй, школа! Сегодня во всех школах региона учителя, ученики и их родители отметили День знаний. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня Рязанскую область посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Утром глава правительства побывал в музее-заповеднике имени Сергея Есенина. Там Дмитрий Анатольевич посетил урок «Я люблю Россию» и побеседовал с учащимися школ призерами Олимпиад. А далее премьер-министр России осмотрел здание музея-заповедников Константинова и надолго задержался на берегу Аки. В рамках поездки он также посетил фармацевтический завод «Форд» и встретился с активом регионального отделения партии «Единая Россия». Впрочем, главное сегодняшнее событие для многих горожан состоялось во дворах рязанских школ. 1 сентября на празднование Дня Знаний по подсчетам работников регионального министерства образования пришли более 150 тысяч человек. На торжественной линейке в 69-й школе побывала и наша съемочная группа. На традиционной школьной линейке перед входом в 69-ю школу, что в микрорайоне Конещево, собрались учителя, ученики и их родители. После исполнения государственного гимна всех собравшихся с Днем Знаний поздравила директор Татьяна Дитко. Безусловно, школьная линейка – это праздник прежде всего первоклассников. Именно эти ребята начинают свой долгий, возможно, порой не очень легкий учебный путь. Посетили 69-ю школу и почетные гости, в том числе депутаты Рязанской городской думы, а также сотрудники полиции. Как ни странно, но первые пятерки в новом учебном году школьники получили именно от правоохранителей. Это были буклеты «Твоя пятерка безопасности». В них содержится несколько простых и действенных советов, как вести себя на дороге, как избежать опасных моментов. Соблюдение этих несложных правил позволит уменьшить вероятность попадания в неприятности и добавит уверенности при столкновении с трудностями, считают рязанские полицейские. И желают всем ребятам успешного и увлекательного учебного года. День знаний – праздник всеобщий, и потому его с радостью отмечают и в школах области. Следующий видеоматериал о том, как ребята Захаровского района встретили первый учебный день. Во всех населенных пунктах нашей страны в первый день осени нарядно одетые школьники с букетами наперевес отправились в школу. Не стало исключением и Захаровская средняя школа, которая, отдохнув за лето, вновь распахнула свои двери. Школьные коридоры вновь наполнились топотом ног. Родные парты встретили изрядно подросших за лето учеников. Начался главный школьный праздник традиционно – с торжественной линейки. Совсем недавно, мы с вами стояли здесь на линейке три месяца назад и выпускали выпускников 2015 года. А вот сегодня, буквально прошло совсем немножко, кажется, закрыли, глаза открыли, мы снова с вами здесь и вас совсем не узнать. Я вас сегодня всех не узнала. Вы так подросли, вы так возмужали, вы стали совсем взрослыми. Я очень рада вас сегодня видеть. Как и любой праздник, День знаний не обошелся без приглашенных гостей. Так правительство Рязанской области поздравило ребят с новым учебным годом. Дорогие ребята, уважаемые учителя, уважаемые все присутствующие, От имени губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева поздравляю вас с Днем знаний. 1 сентября – это особый праздник для каждого человека, независимо от его возраста, природы занятий. Для каждого из нас в школьные годы навсегда остается в память о время серьезной работы и первых подъектов, творческих открытий и выбора будущей России. От того, насколько крепкая и прочная основа заложена в школе, насколько современно и ярко способен мыслить молодой человек, по многому зависит наше общее будущее. Традиционно больше всего осеннему празднику радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. Приветствуем учащихся 1-го Б-класса, свою первую, самую главную книжку, азбуку. Они будут изучать с Браткиным, Валентином и Валентином. Ну и, конечно, 1 сентября – это больше, чем День знаний. Это день встреч и важных перемен. Но не только в общеобразовательных школах проходит встреча начала учебного года. Курсанты военизированных высших учебных заведений Рязани устраивают торжественные мероприятия. Сегодня новый учебный год, например, в училище ВДВ начался с лекции командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Сейчас, кстати, в стенах РВВДКУ проходит обучение свыше 3000 курсантов, а более третий из них – первокурсники. Ну а в Академии ВСИН России сегодня также стоялось торжественное построение студентов, курсантов и слушателей вуза. Торжественная церемония в честь начала учебного года в Академии ВСИН России традиционно прошла на плацу училища. Здесь старшекурсников приветствовали представители областной и городской власти, работники региональных силовых ведомств, ветераны и, разумеется, руководители учебного заведения. Товарищ генерал-майор, личный состав Академии по случаю празднования Дня знаний построек, заместитель начальника Академии подполковник Паналин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Желаю, товарищ генерал-майор! Вольно! Вольно! Желаю всем достижения новых профессиональных высот, реализации всех отмеченных планов, отличной учебы, настойчивости и достижений самых смелых целей. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. В добрый путь в новый учебный год! По словам начальника Академии Александра Крымова, обучаться в стенах ВУЗа будут более восьми сотен курсантов, студентов и слушателей по десяти специальностям и направлениям подготовки. Сегодня же на плацу Академии ФСИН России студентам предпоследнего пятого курса присвоили первые офицерские звания – младший лейтенант внутренней службы. 271 курсант получил погоны. Долго к этому шли, было много трудностей, ничего, все справились, получили. Кто-то не справился и ушел, кто-то справился, кто-то служился. Сейчас в дальнейшем нужно, конечно, закончить Академию, а дальше по контракту на распределение. Дальше, так как служба пойдет, надеемся, все хорошего у всех служится, все служат генералов, ну а дальше видно будет, поколение будем растить. На сегодняшней торжественной церемонии, посвященной началу учебного года, возродилась традиция фотографирования отличников учебы на фоне знамени Академии ФСИН. Такой чести удостоились четверо курсантов. Впрочем, появилась в ВУЗе и новая традиция. Впервые на плацу раздался звонок колокольчика, возвещающий начало учебного года. Поздравляю вас с днем с нами и начало учебного года! Далее перед строем и трибуной почетных гостей выступили курсанты из взвода почетного караула. Они продемонстрировали свои умения жонглировать карабинами, а завершал торжественную церемонию коллектив барабанч из Академии, которые регулярно выступают на городских праздниках. Эй, Россия, дети, планеты, все мы молоды и сильны, значит славны и умны. И если надо, вперед пойдем, честь и славу обретем. Примечательно, что в нынешнем году исполняются сразу три важных юбилея. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 920-летие Рязани и 80-летие с момента создания Академии ФСИН. Я говорил в майские праздники, наверное, весь этот год, мы им говорим, что ветераны совершили подвиг не только в войне, они совершили подвиг по восстановлению страны, подвиг по воспитанию нашему воспитанию, воспитанию будущих поколений. И сегодня ветераны, которые с нами в строю, это тоже подвиг, что они сегодня живы и помогают нам воспитывать наших ребят. По завершению торжественной церемонии, новоиспеченные офицеры внутренней службы прошли торжественным маршем по плацу родного вуза. День знаний прошел и на главной пешеходной улице Рязани, улице Почтовой. Там на городском празднике, посвященном столетию Рязанского госуниверситета, собрались студенты, выпускники и преподаватели. Организаторами Дня знаний на Почтовой стали РГУ имени Сергея Есенина и администрация города Рязани. К участию в празднике были приглашены студенты, выпускники, сотрудники и преподаватели высших учебных заведений. Учащиеся старших классов средних образовательных школ, лицеев и гимназий, представители государственных, коммерческих и общественных организаций, жители и гости города Рязани. Коллеги, дорогие друзья, я недаром назвал коллеги, потому что сам закончил Рязанский государственный университет. И я считаю, что это кузница педагогических кадров, это кузница управленческих кадров. Вообще самая интересная жизнь это в РГУ. И, наверное, именно в этом ВУЗе могла в голову руководству прийти такая идея, чтобы выйти на улицы в этот праздничный день и здесь, на улице Почтовой, подарить всему городу праздник. В рамках праздника прошел концерт с участием творческих коллективов университета. Выпускников РГУ имени Сергея Есенина и специальных гостей были организованы интерактивные площадки, на которых выступили молодые поэты, чтецы, музыканты. Прошли спортивные соревнования, конкурсы и мастер-классы. Сегодня поздравили горожан с Днем знаний руководителя города и области. Губернатор Олег Ковалев в своем обращении отметил важность повышения качества образования, улучшения условий обучения, а также условий труда педагогов. Глава региона отметил, что это остается приоритетом. А накануне губернатор Рязанской области Олег Ковалев совершил объезд новых микрорайонов Дашковой песочни. Глава региона посетил офис врачей общей практики, осмотрел, в каком состоянии находится знаменитая на весь город Дубовая аллея, а также проконтролировал ход ремонта песочинских автодорог. 31 августа в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Васильевская, 15А, открылась поликлиника офис врачей общей практики. Офис является филиалом городской клинической больницы номер 11. Здесь могут пройти первичный прием, имея полис медицинского страхования жители близлежащих домов. Это уже второй подобный офис. Первый был открыт на улице Зубковой, 27. В перспективе планируется открыть такую же поликлинику на Тимакова, 8. Офис на Васильевской может принять 2650 человек. Он был открыт в рамках реализации инициатив жителей микрорайона, с которыми они обратились в 2013 году и были поддержаны губернатором Рязанской области. Олег Ковалев посетил поликлинику, пообщался с врачами и первыми пациентами. Сколько здесь будет подписано у нас? Сейчас пока 2650 человек, но есть возможность для расширения. Как только будут добавляться жильцы в построенные вновь дома и они будут получать полисы на поликлинику, у нас есть возможность увеличить прием, увеличить количество врачей. То есть здесь ведем первичный прием, да? Совершенно верно. Это первичный прием. Олег Ковалев также успел проверить, как благоустраивается дубовая роща в микрорайоне. Здесь уже уложена плитка, стоят скамейки, урны и клумбы. В ближайшее время в роще планируется поставить детские и спортивные площадки, а также обустроить уголки для досуга пожилых людей. В ходе объезда сегодня дал поручение главе администрации с тем, чтобы он собрал группу хороших архитекторов, хороших конструкторов, которые занялись бы вообще проработками изменения микрорайонов. То есть посмотрели, что в микрорайонах можно изменить, что можно приспособить для удобства жизни, чтобы они не были, вот стоит жилой дом, бурьян, дерево и дорога, а чтобы там были какие-то оазисы для отдыха, какие-то местечки где-то, что-то и так далее. То есть и вот порисовать это все, посмотреть и степ-бай-степ делать и улучшать в микрорайонах саму жизнь вот эту в микрорайонах, потому что человек проводит там большую часть своей жизни. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет директор музея-усадьбы имени академика Павлова Наталья Загрина. И речь в беседе пойдет о творческих планах работников музея. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова